Адвокат Не могу, я отец адвоката. А вы? А я муж. Она нас из зала выгнала. Стесняется. Хачикян! А? Свидетель Хачикян! Я вас что, должна по всей Москве искать? Слушай, вы сами сказали, свидетели, удалитесь. Я удалился. Почему искать? Я здесь стою, всем видно? Слушай, друг, у тебя хорошие глаза. Сразу видно, что ты хороший человек. Помоги, пожалуйста. Пойдемте. Извини, Геннадсвале. Давай, давай. Лет через пять. Помогу. Поможешь, поможешь. Где работаете? Шофер. Что вы можете сказать по поводу данного инцидента? Я все могу рассказать. Потерпевший? Потерпевший открыл дверь, а Валико Джан... Подсудимый. Сказал, здравствуй, дорогой. А потерпевший сказал, извините, я в туалет хожу. А она выскочила на улицу и кричала, милиция, милиция. А я сказал, Валико Джан, пошли домой. И пошли. Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему? Конечно, не наносил. Он пошел в туалет, а он не смог дверь сломать. Значит, дверь он ломал? Зачем ломал? А уж сами сказали. Слушай, я русский язык нехорошо знаю. Он постучит в дверь и сказать тоже хочет. Такие вопросы задаются, что неудобно отвечают даже. Свидетель Хачекен, ну а люстру-то подсудимый разбил, да? Да, разбили. Зачем буду его отрицать? Когда мы пошли домой, он случайно стулом зацепил. У меня вопрос к свидетелю. Можно? Спасибо. Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему? Да, испытываю. Он мне сказал, такую личную неприязнь. Я испытываю потерпевшему, что кушать не могу. А вот подсудимый утверждает, что он не был знаком с Папишвили. Слушай, отец, откуда знаком? Когда он пошел в туалет, валико мне спросили. Слушай, говорит, кто он такой этот потерпевший? Куда он пошел? Я его, говорит, первый раз вижу. Вы говорите, что подсудимый не был знаком с потерпевшим. Зачем же он к нему пришел? Мы его покрышки принесли. Его резины совсем лисые. Эти жигули, чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, крикнутся, крикнутся. Да у нас не жигули, а Волга. Врет он все. Слушай, я тебе мешал? Подожди, ты тоже не мешай. Извини. А чья тут была покрышка? Моя покрышка. Я для соседа сурика купил. У Волгого деньги кончились. Я хотел продать, чтоб отложить. Ну что же, это он в Москву без денег приехал? А сейчас он. Слушай, какой моральный человек в Москве без денег. Он пошел в ресторан, туда-сюда закусили и кончил. Ясно. Вопросов больше нет. Садись, свидетель. Хороший. Окей. 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 У�бленная информация. Продолжение следует...